Скажи, пожалуйста, для чего и зачем ты нужен своей супруге? Я думаю, что все-таки каждый человек — это как некая половинка, да? И соединяясь только с другим, он становится полноценным, наполненным таким. Конечно, многие, может быть, сейчас скажут, что это неправда, что можно одному жить. Можно, но истинное счастье я вижу в паре. Я вижу именно в единении двух судеб, чтобы мы почувствовали и смогли познать, что только истинное счастье рядом друг с другом. Ну и плюс я чувствую, что ей нужна некая плечо, опора. Она женщина, она слабая, да? Если брать, как бы, физиологию, она нуждается в заботе, да? Как некие цветочки, ей нужно где-то поливать, где-то защищать, ухаживать. Поэтому не будь меня, наверное, ей придется стать таким сильным твердым камушком, да? Которого будут пробивать. А зачем? Пусть остается цветочком. Я скажу, даже однажды я ей сказал такую мысль, говорю, если, не дай Аллах, меня когда-нибудь не станет преждевременно, да? Я хочу, чтобы ты вышла замуж. Я хочу, чтобы у наших детей рядом был отец, мужчина, который даст вместо меня это вот состояние безопасности, да? Будет обеспечивать их. Она, ну, как бы, заплакала, говорит, девочки, о чем ты говоришь, дурак, что ли? Я говорю, искренне, как бы, если что, знай просто, да, что я был бы не против. Она посмотрела на меня, подумала, говорит, я подумаю. Потом она посоветовала со своими учителями, да, у них свои устазы, духовные устазы. И она им задала такой интересный вопрос. Она говорит, если мой муж мрет, и я выйду повторно замуж, то если, иншаллах, мы попадем в рай, с кем из этих мужей я буду в раю вечность? Они сказали, с последним. И вот она мне говорит, я тогда, говорит, принял решение, что я хочу быть с тобой в раю. Но мне понравился, конечно, ее ответ. Ее такой духовный, глубокий, философский ответ.